Добрый день, дорогие друзья! И снова здравствуйте! Мы очень рады вас видеть! Каждый год кажется будто новогодние праздники. Это так долго, но вот уже 8 января, и в голове по большей части обязанности и заботы, а не мысли о веселье. Ничего страшного, после хорошего отдыха можно и поработать. Тем более, что некоторые атрибуты праздника еще напоминают о себе. Например, елка, которая стоит дома. Как с ней быть и сколько нужно ее хранить, расскажем в этом выпуске. Новый год На сегодняшний день в редких семьях встречают Новый год без елки. Наряжают и живые, и искусственные. Причем искусственные нисколько не уступают красоте живой елки, а запах можно создать хвойным дезодорантам. Однако праздники заканчиваются, и все атрибуты приходится убирать до следующего года. Многие стараются оставить елку до начала Нового года по восточному календарю, который в этом году наступит 25 февраля. Другая же часть считает, что убрать елку нужно после того, как встретишь Старый Новый год, который приходится на ночь с 13 на 14 января. В народе даже есть такое поверье, что до 14 января елочка отдает семью всю свою мощную положительную энергию, поэтому выбрасывать хвойное дерево до вышеуказанной даты крайне нежелательно. К тому же 19 января наступает крещение, и многие стараются к этому времени сделать капитальную уборку в квартире. Все праздники так или иначе привязаны к календарю православия, и потому все елочные украшения нужно убрать до того, как наступит крещение, то есть до 18 января. Если обратиться к фэншую, то рекомендуется встречать Новый год согласно китайскому календарю, а значит и елочка должна стоять дома аж до февраля. Но стоит помнить о том, что если елочка дома стояла живая, то к февралю она превратится в палки, сухие иголки отпадут, цвет потускнеет, запах исчезнет. Священники вообще считают, что определенных дней для того, чтобы украсить или убрать елку, нет. Каждый сам должен для себя решить, когда выбрасывать елку, и стараться руководствоваться своими семейными традициями, а не какими-то там приметами. При разбирании елки следует помнить о том, что звезду с макушки снимают самой последней. Она предназначена освещать всех светом и приносить в дом денежный достаток. Если случайно разобьется игрушка, расстраиваться не нужно. Стоит загадать заветное желание, которое по преданию обязательно сбудется. Что касаемо самого дерева, если оно живое, то его ни в коем случае нельзя выбрасывать. Выбросив елку, вы можете выбросить свою удачу в наступившем году. Лучше порубить ее и сжечь или отдать на конюшню, ведь это отлично лакомство для лошадок. Кстати, в прошлом году был проведен соцопрос и выяснилось, когда, по мнению респондентов, все-таки пора прощаться с хвойной красавицей. Итак, до февраля елка стоит у 55% россиян. До начала марта ее хранят в квартире 11% оброшенных. А 4% считают, что елку можно выбросить и летом. Лично мое мнение, спешить с этим не надо. Пусть елочка пока побудет дома и порадует праздничным настроением еще. Хотя, конечно, праздники уже закончились. Подошла к концу и наша новогодняя передача. В течение 8 дней мы старались радовать вас интересными и познавательными фактами, некоторые из которых, надеемся, все же были вам полезны. Желаем вам легкого начала рабочей недели и отличных результатов в этом году. Всего доброго! Не забывайте смотреть Десна ТВ. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok